День военного разведчика Я думаю, что это очень важно, особенно на фоне сегодняшних событий, которые происходят во всем мире. Сколько создается интриг против нашего государства и как коверкается история в целом. А на площади у Южного Мола в День народного единства ветеранов-разведчиков поздравили глава города Сочи Анатолий Пахомов и герой Советского Союза, первый командир подразделения «Альфа» Виталий Бубенин. В этот день благодарственные письма были вручены руководителям сочинских национальных общин. Благодаря их работе в Сочи всегда в мире и согласии дружно живут десятки национальностей. Мы знаем только одно. Пока мы едины, мы непобедимы. И наш город Сочи этому подтверждение. Город Сочи – это мини-советский союз. Здесь живут разные национальности. Русские, украинцы, армяне, грузины. В течение дня на сцену выходили различные коллективы, вокальные, хореографические. Дети выступали в костюмах разных народностей под всеми любимые мелодии. Мы с семьей почти 15 лет прожили в Китае и теперь переехали обратно в Россию. И у нас есть такой план проехать по России и Сочи. Как раз был номер один в нашем списке. Здесь же работала выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Каждый из участников старался продемонстрировать свое мастерство. Это свистулька, сделанная своими, конечно, руками, без участия, какие-либо приспособления. Очень красиво поет. В этот праздник все говорило о единстве, о любви к Сочи, о том, чтобы быть вместе и преодолевать любые трудности. А на пути каждого человека их бывает немало. Но страна непобедима, когда едина. Об этом сочинцам напомнили также на различных праздничных мероприятиях, которые состоялись и во всех домах культуры курорта. Елена Авсецна, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.